Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Итак, еще раз здравствуйте, друзья. Это телерадиоканал Страна.ФМ. Программа «Лучшее в стране». В студии с вами Роман Шахов, Валерия Майорова и... Здравствуйте, друзья, а также наши гости. Художник Татьяна Ян. Здравствуйте, Татьяна. А также директор и основатель антикуарного центра на Садовом Карина Король. Здравствуйте, Карина. Здравствуйте. Я знаю, что у вас совершенно потрясающее мероприятие. Вчера вечером состоялось, да, это открытие выставки «Опус Инчетум». Инчертум. Инчертум. Ну, знаете, вы привыкнете ко мне за час, что я даже если пять раз спрошу, все равно допущу десять ошибок. Расскажите, пожалуйста, как проходило это событие, чем вы удивили тех людей, которые были приглашены? Кто начнет? Ну, наверное, художнику лучше найти. Да, наверное. Татьяна, прожжу вас. Я, с вашего позволения, полное название, немножечко откорректирую вас, простите, полное название выставки «Опус Инчертум» живописи, другие техники, поскольку идея вообще самого названия именно от такой коллажной ситуации. И в экспозиции были собраны работы разного времени и разных циклов. И, как ни странно, пол в нашем прекрасном центре сделан именно очень редкой сегодня в Москве. В античном стиле. Да, это античная кладка, собственно, «Опус Инчертум» — это принцип античной кладки нерегулярно из кусков мрамора. Мы даже стены специально покрасили под выставку. Да, мы готовились. И событие, конечно, не прошло, а продолжается, только началось вся выставка на протяжении месяца и до 10 мая. Вот это всё наше событие, которое будет ещё и фенессажи, будут, наверное, ещё и концерты в рамках этой выставки, какие-то мероприятия. Но открытие всегда самый главный день и самое большое количество гостей — это и способ, повод увидеться и познакомиться с новой публикой. Для меня это было очень важно, потому что каждая площадка собирает вокруг себя свои круги, которые иногда не пересекаются. Вот для меня очень интересно было вообще сам попасть в этот контекст антикварного окружения. Это не музейное в буквальном смысле слова, но всё-таки это действительно уже то искусство, которое... Вечное. Да, уже перешло в категорию ежедневности и действительно вот выдержало какой-то отбор времени и имеет некую... Ну, фактически это музейное, там действительно есть музейные абсолютно вещи. Вот. Так что для меня это новый опыт. Да, так интересно. Вот Карина прям дополняет Татьяну как будто вот как один единый организм. Я хочу спросить, а как вы вообще встретились, нашли друг друга, чтобы создать эту выставку? Вы знаете, люди искусства между собой практически все знакомы. И ничего нового такого нет о творчестве. Татьяна я прекрасно знала, я знаю, что это высокопрофессиональный художник. Сейчас очень много художников и дизайнеров, которые себя таковыми объявляют. Но это не совсем верно. Это люди, которые там, может быть, две недели учились на каких-то курсах, и потом они... Подождите, и что, они собирают выставку после этого? Да, и вот как ни странно, бывает вот именно так, да. А Татьяна это высокопрофессиональный человек, это очень талантливый. Ну, о мере таланта судят зрители, собственно говоря. Вот, и поэтому, естественно, нам было очень приятно пригласить ее. У нас центр наш был образован всего лишь, ну, год и несколько месяцев. А выставочный зал стал только, ну, в общем, нормально работать с осени. И мне так приятно, что Татьяна нам поверила, что она, одна из первых, решила провести у нас выставку. Большое ей спасибо. И она, да, собрала вчера, ну, я не знаю, по-моему, пол Москвы. Было столько народу, что у нас большие залы, ну, по-моему, даже душа их было не очень. Татьяна, спасибо, что не было пробок в Москве. Прям вот это все благодаря вам. Садовая Кудринская, 25. Ну, это, знаете, те, кто не успел. Как раз все, кто ехали к нам, собрались на садовую. Вот, вот, вот. Так это нормальное явление. В Москве всегда так бывает. Друзья, Садовая Кудринская, 25, до 10 мая. В какие дни приходить, в какое время? Любой день с 10 утра до 10 вечера. Мы вас всех ждем, будем ужасно рады. Карин, вы же основатель этого центра. Как все началось вообще? Ну, я основатель этого проекта. Мне давно этот проект в голову пришел, и мне хотелось его сделать. Я, наверное, год искала площадку, где это сделать. Ну, потом так получилось, что с своими партнерами мы создали вот этот центр. И пришло много галерей. У нас уже больше 25 где-то галерей находятся. Это антикварные галереи, а залы у нас выставочные предназначены в основном только для современных художников. Потому что современным художникам мало где есть выставляться, тем более, в общем-то, бесплатно. Скажем так. Приходите, друзья. Возможности есть до 10 мая. Всех ждут. А что за музыка? Что за концерты, вы сказали, там, у вас? Ну, пока это в проекте. Мы, наверное, даже можно об этом не говорить. Просто у нас много друзей, у меня много друзей-музыкантов. И вот мы... Они сказали, мы придем, сыграем. Да, как-то вот... А сколько работ выставлено там, Татьяна? Сколько у вас получено? Сейчас около 38 холстов живопись. И вот те самые другие техники. Это шелкография, фотографура, фотопечать, ручная фотопечать гумбихроматная. А что самое сложное, что самое интересное? Вот какая техника для вас? Ну, для меня основная техника, если это вообще можно назвать техникой по жизни, это живопись. Но это, скорее, все-таки не техника, а состояние уже души, жизни даже. И, конечно, все остальное для меня, скорее, какие-то рассуждения о том, чего я, может быть, уже не говорю в живописи. И потом для меня, собственно, вот как возникла сейчас такая разнообразная по технике какая-то история, мне очень интересно использовать те материалы, фотоматериалы. Я просто очень много езжу, и набрана уже большая такая коллекция того, что я видела. И вот античность, конечно, для меня в последнее время Рим, античность, занимает очень большое, собственно, вот главное место вообще в моей работе. И какие-то в живописи, в общем-то, не все можно и хочется говорить средствами живописи. А фотография, конечно, фотографический материал имеет уникальное качество документальности, которое незаменимо ничем, никакими другими рассказами, там, ни в рисунке, ни... Ну, в общем... Да, и мне очень хотелось, оставив вот в основе документальность фотографии, превратить это в какие-то графические листы. Вот так, собственно, возникли эти техники. У вас есть графические листы, у нас есть плейлисты, которые диктуют нам определенные законы здесь. Сделаем маленькую паузу, после которой вернемся, друзья. Будьте в компании «Страна ФМ». Дамы и господа, мы продолжаем. У нас сегодня беседы о высоком. О высоком, да? Мы сегодня говорим, да, об искусстве. Татьяна Ян, художник, и также у нас сегодня директор, основатель антикварного центра на Садовом, Карина Король. Присоединяйтесь к разговору. 8909-928-189-9, смс-вотсап-эвер, пишите вопросы нашим гостям. У меня сейчас будут самые любимые вопросы про процесс становления, потому что вы же сказали, да, что есть некоторые художники, которые две недели позанимались и все, явили себя миру. Татьяна, расскажите, пожалуйста, а вот у вас с чего все начиналось, сколько вы лет в профессии? Может быть, там, я не знаю, курсы повышения квалификации какие-то проходите? Ну, это всю жизнь. Если еще куда расти, да. Да, курсы повышения, всю жизнь, каждый день. Ну, как-то, ну, видимо, всю жизнь я и в профессии, потому что, ну, если совсем с детства, то это художественная школа, потом институт, ну, и потом вот профессия. Но на самом деле, конечно, ну, как и все, я думаю, художник учится всю жизнь. И самое страшное, но это, на самом деле, периодически настигает, когда приходят ощущения своего какого-то внутреннего потолка. Это вот те самые кризисы, которые как-то... Проходишь и растешь. Хочется верить, что каждый раз все-таки пройдешь, но каждый раз это кажется, что это вот это вот оно и что-то заканчивается. Но, конечно, ощущение развития, это, собственно, вот самое главное в любом деле и в любом состоянии ощущение и недовольство собой. Татьяна, а кто повлияло, может, что повлияло на то, что вы стали художником? Как это произошло вообще? Ну, вот не было никакого саттери какого-то... Просто мама за руку отвела и... Ну, примерно так бабушка, да, вот когда-то. Ну, и дальше я как-то шла и шла. Ну, действительно, не могу сказать. Ну, я должна сказать, что мне, конечно, очень повезло в моей жизни с учителями. Это и институт, который я училась в мастерской у Дмитрия Бисти и Александра Ливанова. Это люди, конечно, которые оказали огромное влияние на мое профессиональное становление. Это какие-то азы и база, которая вот сейчас... На самом деле она очень простая, но когда она есть, все, что видишь, выстраивать на этот каркас... Татьяна, вот смотрите, кто-то говорит про то, что в нашей стране образование сейчас, ну, отличается по уровню, может быть, оно хуже, может быть, оно лучше от других стран, как в живописи. Вот как учат в нашей стране, как в других. Я хочу, так, с ответственностью оценить процесс обучения сегодня в нашей стране живописи, потому что немножко далека от вот прям актуального состояния. Я думаю, что, конечно, разница есть. У нас есть своя школа изобразительного искусства, и, конечно, она очень хороша. Сильна. И сильна. И я думаю, что, ну, если что-то и порушилось, безусловно, сейчас, то все-таки, ну, может быть, вот эти корни ее продолжают еще питать, и, надеюсь, что как-то выровнится. Ну, сейчас просто, действительно, колоссальная перестройка, в принципе, культурная происходит. Вот выходит на первый план такие отрасли искусства, которые, в общем-то, не существовали еще 10 лет назад, да, и тем не менее, там, видеоарт, вообще все. 3D какие-то там делали. Да, и действительно, это очень серьезные какие-то тренды, которые... Все ли виды трендов современных вы принимаете? Ну, конечно. Все хорошо, что хорошо, и то искусство, что хорошо, просто имеет все свой, ну, как-то у Бога всего много, да, но главное, чтобы это было подлинным, а, собственно, критерий в этом. Сколько времени уходит на создание одного произведения? Вот у вас. Сколько примерно? Нет такого расписания, потому что, на самом деле, самая главная работа – это внутренняя, то есть набор мыслей, впечатлений и какая-то вот внутренняя работа по переплаванию. Чтобы вдохновение было. Ну, вдохновение – это тоже такая, знаете, прекрасно, конечно, так быть на подъеме, но как-то не всегда даже замечаешь, когда оно есть, скажем так, или когда его нет. И только про вдохновение часто говорят, в общем-то, как раз люди, которые непрофессионально, скажем так, этим занимаются. Это, в общем-то, работа очень тяжелая, в смысле напряжения внутреннего. И вот просто действительно, наверное, вдохновение, скорее, я бы это… Не это слово, конечно, использовала, а вот просто не всегда даже есть состояние такое, когда ты можешь полностью включиться и внутренне сконцентрироваться. Вот, на самом деле, вот, скорее, присутствие такое внутреннее полнокровное присутствие – это вот как раз и состояние, требующее наибольшего включения и наибольшей отдачи, на которой не всегда есть силы, потому что вот эта вот распыленность и расслабленность, она как бы более свойственна человеку. Ну и время суетливое такое немножко у нас. Ну, дело не во времени, это вот просто вот… То есть любой процесс работы – это концентрация, которая требует большого включения. И, собственно, вот внутри… Вот это основной процесс. Когда иногда бывает действительно, что это какие-то вот медленные-медленные накопления, которые вдруг раз кристаллизуются, и какая-то ясная картина внутри складывается, что должно произойти на холсте, и потом, ну да, холст, ну, может быть, день, два, три, это, да, четыре, пять, может быть, это через год я приду и перепишу. То есть замысел прежде всего, а уже… Ну, в общем, да, конечно, это какая-то вот ясная картина складывается внутри, и дальше уже работает. А можно я вас спрошу вот такой, знаете, попрошу вас заглянуть в себя и так без лишней скромности сказать, как вы думаете, какая именно ваша черта как художника вот способствовала вашему успеху и признанию? Потому что признание определённо есть. Вы сами сказали, что половина Москвы была вчера на открытии вашей выставки. Ну, честно говоря, вот, наверное, это мне сложно было бы сделать. Можно взять помощь друга. Да, помощь друга. Ну, вы знаете, я считаю, что это в первую очередь, это, конечно, талант. Дальше это мастерство, профессионализм. Вот был такой вопрос задан художнику. Ну, художнику обычно это трудно отвечать. Как учиться этому, что значит обучение? Я как бывший преподаватель живописи, рисунка могу вам сказать. Любой художник, профессиональный художник, который творит в любой манере, это неважно, это кубизм, абсоксионизм, это 3D, 4D, 5D, что угодно, собственно говоря. Это рисование на лице, тот же мейкап и макияж. Он прежде всего должен освоить азы, классику. Это как, знаете, в музыке. Прежде чем играть, пусть даже локтями или ногами, да, ты должен уметь, знаешь, что такое дурами фасоль, да, собственно говоря. Уметь играть гаммой, а потом делать, что хочешь. Да, то же самое и в чтении. Сначала надо азбуку освоить, и то же самое и в рисовании. Сначала надо освоить азы, а потом делать, что хочешь. Вот о том же Пикассо, если говорить, да, это, ну, и брак был такой художник, и Пикассо, они, в общем, основатели определенного вот этого очень модного и дорогого течения. Они прекрасно умели рисовать, классику. Но дальше они делали то, что они считали нужным, и то, что они хотели. Но база была. База была. И вот, говоря о Татьяне, то же самое могу сказать. У нее высоко профессиональная база. Я все время не просто так это повторяю, потому что это очень важный момент. А дальше накладывается талант, мастерство, ну, другие различные качества. Мы к ним вернемся, к этим различным качествам. А сейчас, друзья, мы должны прерваться ненадолго. Послушаем и посмотрим клип. «Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, если по-хорошему вы болеете живописью, смотрите, слушайте «Страну.ФМ». У нас сегодня в гостях Татьяна Яна и Карина Король. Мы говорим сегодня о том, где можно посмотреть прекрасную живопись. Подожди, подожди. Я вот Карину сейчас покоя не оставлю, потому что она начала говорить о том, что база и так далее, очень много училась. Я понимаю, но живопись, ее же нельзя только вот так рационально воспринимать. Есть еще и эмоциональная часть. Можно ли как-то взять вот частицу, такое отражение в вашей душе искусства Татьяны? Вот на что вы смотрели, что вы испытали, что вас прям вот поразило, вот я не знаю, ну, мурашки пробежали толпой. Вы знаете, меня восторг вызвало, когда два дня назад Татьяна повесила свою выставку у нас, она же на стенах висит, и я зашла, и я увидела, я перенеслась в свои детские фантазии. Я всю жизнь была поклонником античности, и вот у меня было такое вот радостное, потрясающее совершенно ощущение, как будто я вот попала в мир своих грез и сказок, и мечт. Хорошо, прям такая, я даже вот сейчас на вас смотрела, и мне кажется, меня так отзеркалило вот этой солнечной энергией, да, как какое-то вот солнечное творчество. Кстати, зачем мне гадать, да, когда у нас есть возможность посмотреть прямо сейчас на работы Татьяны? Так, Николай, если можете, запускайте нам ролик. Ну и комментарий сейчас мы послушаем от Татьяны. Так, Татьяна, это фрагмент фильма, да, насколько я знаю? Да, вы знаете, это действительно фрагмент довольно большого на полчаса фильма, снятого три года назад для выставки, которая была в Музее архитектуры, и это была выставка с ретроспекцией моих работ, и тема Рима, там, собственно, вот один зал был, это первый раз я показывала эту серию, вот, и поэтому вот это как раз работы, которые довольно старые, да, это вот начало, наверное, моей такой профессиональной работы, можно, это еще девяностое, наверное, первое, может быть, какое-то, вот, а эта работа вообще сделана по рисунку моей дочери, и для меня, кстати, она была довольно, ну, на самом деле, прямо переломной. В чем? Совершенно по-другому после этой работы начала писать, потому что до этого у меня был такой болезненный, болезненный в смысле сладостно-болезненный период марандизма, увлечения маранди, и, ну, маранди как все-таки цвет, это было, ну, такое вторичное, то есть вот состояние, скорее, предмета, метафизика предметности, и, а вот после этой работы, может, начался цвет, вот, так, таким странным образом. Это серия, которая не успела, ну, это уже... Финики были. Да, это Египет тут был, это по мотивам, так, ну, я не успеваю это комментировать немножко. А вы знаете, оно пусть дальше идет, а вы мысли вот начали и рассказали. Гранат. По мотивам чего? Да, ну, во всяком случае, вот это палестинская серия, это серия пустынина Геф, четыре холста, цикл, такой текст, который был на тех работах, это фрагменты псалмов, где с цитатами, когда, собственно, факт движения по сорокалетнему скитанию, а вот эти работы, это после пожара остались. У меня была выставка большая в Манеже, в тот... Неблагоприятный момент. За три дня до пожара мы открыли, она называлась «Путь в Каппадоке», вот эта работа тоже погибла, вот, и, да, и все, да, сгорело на третий день вместе со всем Манежем. Это было такое... Ну, вы смогли как-то, я не знаю, символизм в этом найти, что старое сгорело, а новое сейчас вот? Ну, нет, на самом деле это тот опыт, который, в общем, я с ним не расстанусь. То есть это такое вот ощущение буквально понимания земля и все дела на ней сгорят. Оно очень, конечно, полезно. И, ну, да, в общем, это такое... Пожар шел, мы ходили и смотрели. Это просто был, да. Это вот как будто рушился мир какой-то. Это 12-й год просто пожар с дате Москвы было. Это действительно было потрясающе. Вот, это большая, почти вся китайская серия вот как раз идет сейчас на экране. Это тоже вот один из моих векторов глубокого увлечения. Это яблочко на тарелочке или гранаты? Это гранаты, это гранаты. Это целый мир. Да, это вот... Образ мира. Ну, гранат, да, это совершенно космическое что-то вот в нашей жизни. Вот, и это графема сада была серия. Мне было очень интересно в какой-то момент, ну, такая, в общем-то, секрет Пале Шинели, но когда он вдруг открывается, что в любом растении, в строении, растении, в любом листочке, есть заложенная графема, которая, из которой, собственно, родилась азбука человеческая. И вот, то есть это все абсолютно какой-то мистический общий ритм создания знака, да, вот он есть, он задан, и буква лишь есть проявление этого алгоритма какого-то жизненного. Вот, и у меня была серия графема сада, то есть это прочитанные сквозь слово, сквозь знак какие-то растительные... В общем, последователь Леонардо да Винчо. Да, вот действительно такой взгляд на мир, который, ну, простой человек не догадается так посмотреть. Ну, что вы, как раз простой человек, но вот как бы в том, в архаическом своем понимании и обладал этим цельным знанием мира. Это во французском центре была выставка, вот как раз монтаж идет, да. Ой, а можно вас спросить, вот ваше творчество, я не знаю, в России, за рубежом, оно по-разному воспринимается, или вот как, что люди говорят? Ну, я, честно говоря, не вижу сильной разницы, просто, может быть, в России все-таки я больше выставляюсь, я, ну, какой-то, ну, больше разных слов слышала, а так, в принципе... Можно я вот дам вам обратную связь? Мне, когда мы смотрели на экран, меня почему-то поразила пустыня. Я вам расскажу, почему. Потому что для меня вот пустыня, я когда смотрю, ну, просто, ну, ничего, для меня пустыня – это ничего. А на вашей картине я увидела пустыню совершенно какой-то наполненной с энергетической точки зрения. Ну, что, пустыня – это, ну, самая, наверное, действительно наполненная часть земли. Тем более вот эти пустыни, которые в себе, вот этот песок уже, эта вечность просто перемолотая. И главное, что это невероятной красоты по цвету, это выгодит... То есть есть пустыни, наверное, там совершенно одного какого-то бесконечного оттенка цвета, песок. Да, ну, по-моему, нет. Вы такими своими словами обижаете людей, которые там живут, потому что они ходят вот в пустыню, любоваться закатами, восходами, как мы любуемся на море, там, в лесу, ещё где-то. Ну, то есть такое проявление природы, да. Они считают, что вот арабы, которые там живут, ну, разные национальности, они вот выходят в пустыню, вот как мы выходим на пленэр, там, в лес, ещё куда-то. И это действительно невероятной красоты состоять даже и не в цвету, а про цветущую пустыню, это уже вообще просто действительно какой-то силы этого. И не доводилось его видеть такое. Татьяна, а чтобы наполниться вот идеями, да, вот для произведений, вы куда-то выходите, может быть, или достаточно просто дома находиться и... Нет, для меня, конечно, вот очень важен исторически-культурный контекст. Все мои путешествия, они так или иначе направлены в те, ну, вот, в те места, где для меня какой-то вот источник культурной... Знаки, графены, всё это как раз. Да, знаки, графены, вот. И, конечно, для меня вот экумена Византии долгое время была вот самой такой важной. И вообще казалось, что вот центр мира внутренний такой, как бы исторический, да, это вот византийская такая культура. И вот когда я попала в Рим некоторое количество лет назад, у меня просто вот как песочные часы внутри перевернулись. стало совершенно очевидно, что центр, конечно, это Рим как был, так и есть. И в Византии это буквально её часть Рима просто. Хорошая реклама для Рима. Лучшее в стране. Дамы и господа, у нас по-прежнему в гостях люди, которые в живописи чувствуют себя, как рыбы в воде. Мы сегодня говорим об этом, и сами тоже с Лерой как-то начинаем больше и больше понимать. Вот мы стали говорить про Рим, про античность. Очень хочется спросить у Карины, потому что там в этом центре огромное количество экспозиций, галерей. Какие у вас редкие интересные вещи есть? Вот прийти, посмотреть выставку Татьяны, а потом хлоп-хлоп-хлоп загулять в другие залы. Что там? Ой, вы знаете, у нас очень много всего даже сложно рассказать. Но вот на преде 10-го у нас будет очень интересный аукцион, посвященный Довлатову и Иосифу Бродску. То есть это посвящено не только изобразительному искусству, но и книгам. Потому что мы считаем, что искусство, оно всеобъемлющее на самом деле. Потом, если говорить об античности, конечно, таких предметов у нас нет, но это исходя из спроса. В нашей стране любители искусства не понимают архаику, не понимают античности, не любят дома у себя. А вот сейчас как раз, Карина, можно же немножко рассказать тезисно, завлечь людей в это... Чтобы они полюбили? Да, да. Ну, это сложно сказать, потому что... Что это может человеку даровать? Радость, наверное, обладание и любование. Ну, что такое искусство дома? Например, вы что-то покупаете для себя. Но это прежде всего вы должны покупать, чтобы это вас радовало и вам нравилось. Чтобы вы могли на это любоваться и повышать свое настроение, радость жизни какая-то была. А вот прежде всего это. И у нас галереи, они все специализируются совершенно на разных противоположных вещах. Кто занимается советским искусством? Потому что советское искусство – это такой очень интересный блок. Кто жил в эту эпоху, они многие проклинали это все. Но на самом деле, если как бы исторически смотреть, вот это было где-то 70 лет и больше этого не будет. То же самое было на самом деле, например, в Америке. У них тоже был такой ура-патриотизм, такой реализм, прям классический. А у нас он был не совсем классический, он у нас был все равно импрессионистический реализм, очень красивый. У нас, например, есть галереи, которые занимаются исключительно бронзой. Там необыкновенной красоты бронзовые вещи. Это скульптуры, это лампы, ну, что угодно, собственно говоря. У нас есть галереи, которые занимаются фарфором. Но фарфор – это вообще такая приятная тактильная вещь. Я помню, в детстве я маленькая была, очень полюбила фарфор. У нас стояла красивая очень немецкая балерина. И моя бабушка брала ее в руки, подносила мне. И я боялась ее держать, но мне не разрешали, я ее гладила. И вот с тех пор я полюбила фарфор и с удовольствием в него любуюсь и имею, собственно говоря. У нас есть картины западных мастеров. Это, например, 19 века. Есть картины старых мастеров, так называемые. Это немцы, голландцы. Это 17-е, там, 18-е. И все это можно приобрести? Да, можно прийти посмотреть, приобрести, поучаствовать на аукционе или просто приобрести. У нас есть… Ну, современная живопись у нас, конечно, только на выставках. Вы можете прийти на выставку, если вам нравится этот художник, и тоже приобрести, пожалуйста. То есть работа Татьяны, да, тоже, если этот человек придет, западет ему в душу, что так ему скажут, уже закрывается, а он прям держится за полотно, не может отпустить. Тогда можно приобрести. Так, я предлагаю прямо сейчас еще раз всех торжественно пригласить на выставку. Ну, можно я сейчас скажу, как руководитель, мы вас всех очень ждем. Приходите, пожалуйста, на очень красивую выставку. Сейчас Центральный дом художников закрывается, к сожалению, и выставок в городе не так много будет. А у нас проходит очень красивая выставка, она будет до 10 мая, мы вас всех очень ждем. Садовая Кудринская, 25. Ежедневно. Да, с 10 утра до 10 вечера. Выходных нет. Ну, я думаю, что можно ведь компаниями ходить, да? Пожалуйста. А есть, смотрите… Вот, такие вопросы, да, кафешка. Рома просто у нас все время люди приходят про искусство, он говорит, а там есть, говорит, кафетерий какой-нибудь. Прости, прости. Хорошо, давайте про кафетерий узнаем. Кафетерий, к сожалению, нет. Нам не разрешают. Там есть малая бронная с патриаршными прудами, вся утыканная на любой вкус и желание. Вы, как люди искусства, как вы отдыхаете? Вы слушаете музыку, смотрите клипы, вы гуляете. Ну, чтобы как-то вот… Вы же, наверное, не смотрите 24 часа в сутки картины. Как это происходит у вас, чтобы переключаться? Есть такое? Ну, для меня нет такого, потому что моя работа и отдых – это моя жизнь, собственно говоря, и 24 часа в сутки. Для меня это любимое дело, которое я с детства любила, обожала. Это тоже музыкальная школа, художественная школа, ну, как у всех. Татьяна? Ну, для меня тоже нет никакой разницы между отдыхом и работой. Собственно, моя работа не кончается, если говорить уж так буквально ни в какое время отдыха, и не вписано ни в какие. То есть два человека, которые полностью существуют в искусстве. Берем пример, друзья, да. Огромное спасибо, что вы пришли, было невероятно приятно. Художник Татьяна Ян, а также Карина Король, директор, основатель антикварного центра на Садовом, Садово-Кудринская улица, 25. До новых встреч. Спасибо, до новых встреч. Спасибо. Лучшее в стране.